Приветствую вас, я думаю, что вопрос здесь можно ставить именно опираясь на либо моральные, либо более такие, ну, более такие приземлённые аспекты ситуации. Значит, вы изначально свои отношения выстраивали как-то, ну, как-то не так. То есть совершенно очевидно, что в начале отношений, да, вы вели себя, ну, как-то вот деструктивно, скажем так. То есть в начале отношений вы вели себя как-то так, что у мужчины была возможность, значит, грубо говоря, поднимать на вас руку почему-то. Она, то есть вот, как-то вот так вышла, как-то вот так получилось, что, значит, что вы себя так поставили. Ну, и это вызывает, скорее, скорее вопрос, да, почему вы себя так поставили. Как так вышло, что вот вы себя так поставили. Понимаете? Вот. И можете ли вы выходить из такой жертвенной своей позиции, из такого своего жертвенного поведения? Если у вас объективные представления о том, насколько вы способны воспитывать ребёнка. что за меня сложилось такое впечатление, что ребёнка вы хотите, скажем так, оставить, ээээээм... он для себя, потому что он вам для чего-то нужен. При этом у вас нет, как я понял, четкого понимания того, как вы будете его воспитывать, что вы можете ему дать, есть ли вам, значит, что ему дать и так далее. То есть в этот момент вы упускаете. Таким образом, я полагаю, что необходимо сначала определиться с тем, для чего вам ребенок, зачем он вам нужен, вообще, и уже из этого, уже из этого, можно будет исходить, на мой взгляд, по крайней мере. Далее, далее, что нужно сделать, это, конечно же, рассмотреть возможность для себя как-то вот улучшить свои, ну, к примеру, свои жизненные условия, да, чтобы вы могли более адекватно взаимодействовать с ребенком, с вами своим. вот. Если вы можете все организовать, если у вас есть такая возможность все организовать, то организуйте. Если такой возможности нет, то есть вы не можете одна справиться, то опять же, это нужно признать, это необходимо признать, и, соответственно, уже из этого исходить. то есть. Но лично мне видится проблема основная в том, что вы изначально с отцом ребенка взаимодействовали как-то вот крайне деструктивно. То есть мне видится основная проблема именно в этом. и плюс ваша неуверенность в себе, которая, значит, ну, здесь, в данном случае, тоже очень большое влияние оказывает. То есть, ну, вы же не думаете о том, правда, вы же не думаете о том, что это вот случайно, что это случайно, что вы, значит, забеременели от человека, да, зная его совсем недолго, вы же не думаете о том, что были у вас какие-то желания, были у вас какие-то цели. Я вас не обвиняю, я просто хочу, чтобы вы не обвиняли для себя вот эти моменты, а для себя эти моменты выделили. Вот что я хочу. Вот что важно. Итак, теперь давайте немножко поговорим о самом тексте. Мне 34 года. Елена, я полагаю, что если вопрос ваш касается ребенка, да, то нужно оценить. вот, на 34 года. Давайте попробуем оценить, чему вы, значит, достигли в своей жизни сейчас. Почему 34 года у вас нет, в своей семье, например. То есть, опять же, если люди понимают, что я вас не обвиняю. Дорогая Дэнь, вам 34 года, значит, возраст для вас уже имеет какое-то, какое-то достаточно, видимо, серьезное значение. Я так полагаю. Если возраст для вас имеет серьезное значение, то давайте с вами этот момент и проработаем. Серьезное значение имеет хорошо. Какое значение имеет серьезное? Дальше. Я забеременела вне брака. Складывается такое, знаете, впечатление, что вы завершили что-то ужасное. Забеременела вне брака. Вряд ли само по себе, то, что вы забеременели вне брака, является чем-то ужасным. Вряд ли. Я на завершение точно вам скажу, что нет. То есть, то, что вы забеременели вне брака, абсолютно ничего страшного в этом нет. Вопрос заключается в том, каковы были обстоятельства беременности. Вот. А они, как мы, как мы поняли, ну, такие, далеко не благополучные, да, далеко не благоприятные. Дальше. Отец ребенка знает и не отказывается, от него надоет, хочет воспитывать вместе. Но я отказался от отца ребенка, так ему и сказал. Елена, вы не можете отказаться от отца ребенка, потому что вы не можете лишить его права видеть своего ребенка, если вы лишите его оставить. Он его отец, и он имеет на него полное право. Вот. Лишите его права, ну, родительского, да? Родительский прав. Лишите. Вот. Ага. Вы можете только в том случае, если он откровенно неприемлемо себя ведет. Вот. Только в этом случае вы можете лишить его права. Но тот, кто не поднимал на вас руку, вот, к сожалению, ничего не меняет для ребенка. То есть, если он, если он к ребенку относится хорошо, то он находится, опять же, в своем праве. То есть, вы не можете отказаться от ребенка. Дальше. Мы всем знакомы лишь два месяца, и я ему не доверяю. Ну, а если вы не доверяете, как же тогда секс? То тут вот, пожалуй, одно из основных ваших противоречий. То есть, вы человеку вроде как не доверяете? Но секс он с ним не понимает. То есть, это странно. Как минимум. Понимаете? Вот. Это странно. То есть, как, как вы, вот, для себя акцентируете, как вы для себя разрешаете, если угодно, данное, данное противоречие. Я имею в виду противоречие, связанное с тем, что вроде как, вроде как, вроде как, вы не доверяете мужчине, а, своему, вроде как, не доверяете. Но при этом сексом заниматься с ним, ну, нормально. То есть, здесь, как минимум, нужно определиться. Как минимум. А что вы хотели, когда занимались сексом? Если не доверяли, да, ему, то почему, ну, не озаботились, там, средствами защиты? Вот. Если вы ему не доверяете, то почему хотите оставить ребенка от него? Ведь есть риск, что он будет напоминать вам о нем, и что вы будете относиться к нему, ну, вот. Ну, примерно, да, примерно. Примерно. Так же. Вот. То есть, ну, то есть, нехорошо, да? Вот. И так далее. И так далее. То есть, ээээ. Такой момент. Вот это вопрос, опять же, к вам, чтобы вот понять, что делать. Дальше. Я ему не доверяю, так я сказал, я думаю, он динант, хотя говорит, что разведён, но здесь у вас, судя по тому, что вы пишете, да, здесь у вас есть какие-то уже вот собственные, по-видимому, страхи, потому что по-другому, нет другого объяснения, почему вы считаете, что он динант, хотя вы говорите, что он не динант, то есть вот как у вас это получается. Дальше. Он очень агрессивен, уже не раз поднимал на меня руку. Если он агрессивен, если он уже не раз, как вы говорите, поднимал на вас руку, то опять же, вопрос возникает, да, к вам. по какой причине вы, ну, терпели, вот. Сейчас вы же, вы же терпели, вы же натурально терпели такое, такое его к себе отношение, вот. Почему не терпели, если не раз, вот. Дальше. Так, эээ, я, я хочу, я не хочу такого отца для ребенка, но опять же, он уже таким, такой отец для ребенка. Я хочу воспитывать одна, но есть страх, если без посторонней помощи не справлюсь. Тут, эээ, противоречия. Опять. Так вы хотите воспитывать одна, или вы, ну, думаете, что не справитесь без, эээ, посторонней помощи? То есть, вот, это, понимаете, это противоречие, как, опять. То есть, вы, или хотите ребенка воспитывать одна, и воспитываете его одна, но для этого вам должны быть, эээ, соответственно, ресурсы необходимые, вот. Либо, либо вы не воспитываете ребенка одна, вот. А так, вот, то, что вы, говорите, то, что вы пишите, ну, это, немного, это немного страст. Вот. Ну, в том смысле, что, неопределенно очень. Нет. Дальше, я работаю, жилье есть же, ладно, проблема в том, что родников реально со мной нет, у друзей, знакомых в своей семье, и помочь некому вообще банально в магазин с едой. Хочу отдать ребенку, ну, как поступить правильно. Правильно, нужно поступать, исходя из интересов ребенка. Вот. Знаете, для интересов именно ребенку. Не из своих интересов, а из интересов ребенку. Если, ммм, на данный момент история такая, что ребенок крайне мало, крайне мало, получит от вас что-то, если, если будет с вами, да, вот, то это нужно признать. признать и для себя определить, что вот, э-э, наша фэп. Пока мне рано, ну, ещё ребёнку, вот-вот-вот и всё, вот-вот и всё. Дальше, так, значит, что ещё хотел сказать, как поступить правильно. Правильно с точки зрения, вообще, чего? Правильно с точки зрения, вообще, кого? То есть, правильно это, вообще, как? Что есть правильно? Кто определяет, что правильно, а что нет? Например. То есть, это, на мой взгляд, очень важные истории, всякие, всякие. Поступить правильно, это значит, поступить по каким-то вот, ну, по каким-то, заранее, заведомо, проработанным нормам. Вот. Но вы же, я надеюсь, понимаете сами, что такие нормы, они далеко не всегда идут на пользу. Вот. Поэтому, ориентироваться нужно на выгоду ребёнку. Ну и на свою, конечно, да, конечно, тоже. И на то, чтобы ребёнку лучше всё-таки, для ребёнка лучше всё-таки жить в полной семье, с отцом. То есть, либо вы попытаетесь наладить отношения с отцом ребёнка. Вот. Обратитесь вместе, например, к психологу, к семейному, да, вот, чтобы рассмотреть, например, причины, допустим, его агрессии, то есть почему он агрессирует и так далее. Вот. Себя в обиду больше не давать ему и так далее. Ну вот. Тогда уже, тогда уже стоит, исследовать этот момент, тогда уже сможет. Смотреть этот момент, тогда уже можно будет что-то сделать. вот. Лично я вижу проблему в том, что вот в 34 года, да, вы живёте одна, то есть у вас как бы нет, грубо говоря, семьи своей, да, у вас, ну, имеются, я так полагаю, какие-то вот проблемы, да, и соответственно именно эти проблемы, их нужно решать, как совершенно несключаемым является то, что вы позволяете насилие, насилие по отношению к себе, вот, понимаете, что то есть это неизвешенно, и поскольку вы позволяете насилие, то, ну, вот тут несколько вариантов, вариант первый, что вы жертва, что вы не берёте личную ответственность на себя полностью, вот, то есть, то есть, то есть в чём-то вы ответственность на себя берёте, в чём-то, конечно, в чём-то вы берёте ответ, но в чём-то нет, и это очень важно, а вот ответственность должна быть полная. Дальше, либо вы мазохист, то есть, ну, вот, вот, мысливая, вы мазохистичная личность, к сожалению, вот, и, значит, подсознательно, подсознательно, вы стремитесь к тому, чтобы к вам относились вот так, чтобы, ну, вам относились. Глубень души может нравиться. Такое отношение. Не понимаете. Вот, в принципе, так, такой момент, что то, что вот можно вам порекомендовать. Так что, такое решение, можете принимать только вы, такие решения можете приниматься только вы. и я думаю, что это будет вполне справедливо, вот. А, ну, разобраться в себе, именно в себе разобраться, вот это вполне себе можно, можно будет вам помочь, нужно будет вам помочь, чтобы это забрать. Это совершенно точно. Другой вопрос, хотите ли вы, значит, ну, этим заниматься. Вот. Вот. Вот так. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.